Светлана Лепницкая родилась 28 апреля 1944 года в Новосибирске. В 1965 году окончила Новосибирское театральное училище по специальности актер драматического театра. Ее карьера началась в родном городе, а продолжилась в Томском, Кемеровском, Астраханском театрах. С 1975 года Светлана Ивановна актриса Донецкого областного театра драмы в Мариуполе, а с 2015 служит в Щелковском театре. Она переехала в Щелково в 2014 и даже не знала, что в нашем городе есть театр. И вдруг по тем местам, где я ходила, смотрю, театр. Я пошла, посмотрела, мне очень понравилось. Я, по-моему, первый спектакль я видела здесь собаки. Я уревелась. Тогда она высказала слова восхищения режиссера постановки Светлане Погодиной. С этого и началась их многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество. Она потрясающая. Она красива, стройна, с прямой спиной. Она всегда живет с каким-то внутренним достоинством. Она мудра, она трудолюбива, она выдержана. Она очень-очень талантлива. И хочу похвастаться, что на работу принимала ее я. Работать с ней одно удовольствие. Она звезда. Десятки ролей. Яркие сценические перевоплощения. Все это про Светлану Лепницкую. Говорит, что каждая роль для нее важна, и она ее проживает. Независимо от жанра. Я играю с удовольствием. Мне нравятся разные жанры. И комедия, и драма, и трагедия, и вплоть до буфонады. Скажите, я с удовольствием буду выполнять. В свой личный праздник Светлана Ивановна тоже вышла на сцену. Сыграла сваху Феклу Ивановну в комедии «Женитьба» по мотивам произведения Николая Гоголя. Любая роль для нее – искусство. Не так давно актриса снялась в короткометражке «Солдатская каша», с автором которой стала оператор Щелковского телевидения Сергей Василевский. А Светлана Ивановна сыграла старушку, которая маленькой девочкой стала свидетельницей боя между отрядом фашистов и красноармейской разведкой. Я помню, я всю жизнь сюда хожу. Поговорите. Спасибо им сказать. На вопрос, о каких ролях еще мечтает, скромно отвечает. Получится. Слава Богу. А пока, даже сейчас, с годами так появилась, и такая, чтобы не сгладить. Чур меня, чур, я лучше буду мечтать молча. Не терять никогда в жизни такого стремления к жизни, к работе, к эстоетике, к культуре, к красоте, чтобы она всегда оставалась тем флагманом, за которым хочется тянуться, идти вперед. Счастья, простого женского счастья. Сегодня я выхожу на сцену вместе со Светланой Ивановной Лепницкой. Буду с ней играть в одном спектакле «Женитьба», который поставила Светлана Ивановна Погодина. И в такой замечательный день я буду делить сцену вместе с этой потрясающей женщиной. Светлана Ивановна воспитанница классической театральной школы. С грустью вспоминает своих первых учителей. Педагоги у нас были. Ой, мечтать теперь это таких можно, которые, ну, в общем, то поколение, та плеяда, да, которые они были в свое время эвакуированы, война, и так многие остались там. Вот, и нам повезло, что мы у них учились. Актрисе приходилось играть разные, порой и необычные роли. Например, однажды ей предложили роль свиньи, которая сбежала из дома и жила в лесу. И она согласилась. У нас был такой костюм, значит, беленький передничек, какие-то там завитушки. Это вот парик такой был. Ну, в общем, такая, сифочка такая. И я вот это грамируюсь, и раз, вот этот передничек, так раз, вот потихоньку, потихоньку. И в конце концов превратила в такую ее, такая вот. Я с удовольствием буду, если надо, еще и сама вот придумаю, чтобы не выходить все время такой вот рафинированной сифочкой. Светлана Ивановна – это легенда. Человек, который обладает большими способностями. Ее сценическая речь – это то, чему надо учиться. И она учила наших актеров и учит. Мы ее от души поздравляем. Желаем ей долгих творческих успехов, здоровья. Ну и пусть она радует своих зрителей. Здоровья, успехов и творческого долгодетия Светлане Ивановне и остальным всем артистам. Поздравлений не бывает так-то много. Еще раз скажу, что мы, во-первых, восхищаемся от всей души честных. Вы – наша идея, вы – наша жемчужина нашего театра. Это тот человек, на кого хочется равняться, с кого хочется брать пример. Пусть ваша жизнь будет только светлей. Пусть также друзья и родные сойдутся. На ваш юбилей опять соберутся. В праздничный день после спектакля в театре состоялся концерт. Светлану Ивановну поздравили коллеги, представители Совета депутатов городского округа, представители общественности и даже коллеги из Мариуполя по видеосвязи. Театр – это здесь святое. Вот в святом ты окунулся, получил удовольствие. А если еще зритель доволен, тем более счастлив. И вернулся в свою тишину. Красота. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.